Чуть такой параллельный, скажем так, в бок, наверное, вопрос. Я не знаю, в курсе вы или нет, но есть отдельные инструменты поддержки нормативно-справочной информации, то есть поддержки справочников. Я просто чисто информационно сейчас, как говорят, расскажу, что есть такие системы. Может кто-то скажет, что они у вас есть, за мной интересно узнать, какие системы вы используете. То есть мы говорим о том, что есть две таких крайних задачи. Это первоначальный сбор данных на этапе запуска системы и дальше, соответственно, поддержка данных на этапе эксплуатации. Соответственно, в обоих этих случаях нужно как-то обеспечить единство этих данных, справочников, чтобы они были заполнены корректно и правильно. И дальше обеспечивать унификацию для разных систем. Ну, некие предпосылки, такие общечеловеческие, по введению этих данных в системах НСИ. Первая задача – это необходимо отделить справочники от тех данных, которые ведут пользователи. Вторая самая большая проблема, о которой вы, наверное, согласитесь, у вас есть система ERP-система, есть система СУТП, управление процессом, есть система проектирования, ведения в проектах данных и что у вас еще может быть? И система диагностики, да, то есть когда диагностики ходят с приборами, тыкают параметры состояния. Во всех четырех системах есть понятие «запись об оборудовании», то есть насос, центробежный, марка модель, номер, позиция, дата изготовления, узлы какие-то. Ну, я почти уверен, что у вас сейчас-то четыре равных записи. То есть когда насос покупался, он был в складской позиции, когда он встал в основные средства на бухгалтерии, он стал основным средством, другой как бы запись. У механиков это объект ремонта, у диагностов это элемент маршрутной карты диагностики. Данные не связаны. То есть, соответственно, проблема в том, что запись по одному объекту создается в четырех системах и не связана. Соответственно, третья проблема, когда происходит изменение какой-то справочной информации, это, в общем, опять-таки кошмар. То есть как менять справочники в четырех системах или в четырех приложениях одной системы, тоже непонятно. Следующая предпосылка – это обеспечение качества информации с точки зрения формальным критерием. Формальных критериев, я там покажу дальше, может быть очень много. Это символы служебные, это русские, английские буквы, это порядок слов, создание классификаторов. То есть на самом деле, с точки зрения нормализации, тут очень много задач именно для этой службы и этих программных продуктов. Вот такой смешной, может быть, критерий или предпосылка. Многие компании увлекаются выбором Асу Таир. То есть сначала одна система, потом давайте мы эту снесем, поставим другую систему, потом нет, давайте нам эта система не подошла, давайте сами напишем. Ну, в разном порядке. Соответственно, с данными происходит в этот момент нечто ужасное. Они теряются, они там собираются заново. Поэтому идея такая, что иметь хотя бы нормативную информацию в каком-то приложении, не зависящем от той системы, которую вы используете. Ну, очевидные вещи, необходима система заявок, фиксации, обращений пользователей. Ну и необходима некая аналитика по, собственно, использованию справочников. Старые удалять, новые там создавать. Создавать.